Привет, вы слышите Лёшу Халецкого, и я продолжаю игру впервые, первую партию в дополнение Rise and Fall игры Sid Meier's Civilization VI. Последний уровень сложности, божество, и я играю за Корею. Если вы вдруг не видели первую серию, то рекомендую перейти именно к ней. Всегда лучше начинать просмотр с самого начала. Итак, возвращаемся в 2320 год до нашей эры. Есть у нас тут некоторые проблемы с размещением городов и с тем, что всё-таки... Вот это новое чудо, кстати, Упсунурская котловина. То есть оно появляется только в этом дополнении. Представляет собой болото, какое-то у меня болото почему-то в снегах. Даёт две веры, одна пища, одна производство. Ну, кстати, неплохо, если бы оно не в тундре было. Да, я прошу прощения, что в прошлой серии не было никакой музыки вообще, абсолютно. Ну, она у меня была отключена. Ну, сейчас бы, конечно, её потише сделать. Я её сделаю потише, но музыка будет звучать в течение партии. Так, давайте купим здесь клеточку с пшеницей. Её обработаем. И Кванжу, надеюсь, будет её обрабатывать и расти. Отлично. Дальше. Поселенец. Вот это, видите, смена лояльности. Как влияют соседние города на лояльность. Видите, компьютер мне рекомендует вот тут поставить. В принципе, я, наверное, даже с ним соглашусь. Мне просто не нравится, что будет такое приличное расстояние между городами. Ну, с другой стороны, я могу здесь поставить, потом вот тут ещё поставить. То есть, в принципе, есть где города ставить. Не всё так страшно. Как выглядит. Мне не нравится просто вот территория именно. Как у нас тут всё располагается. Пойду тут смотреть, что у нас есть. А, вот ещё, видите, что мы три, три очка к счёту эпоху. И нахождение чуда очень неплохое. Может, я всё-таки успею до Золотого века довести. Так, монумент, амбар. Хорошо, что у меня нити не мапучи, или как они там называются, которые бонус к атаке имеют против городов, городов, в которых есть против цивилизации, в которых Золотой век начинается. Да, ну тут меняй, не меняй. Нет, давайте лучше на еду, пускай будет, растёт город. Надо амбар построить, мне кажется. Хотя, блин, одну пищу всего даёт. Монумент, библиотека, пращников. Ну, пращники у меня три штуки и так есть. Строитель. Блин. Ну ладно, давайте пращать. Я просто очень беспокоюсь, что я на меня тут компьютер начнёт напасть. Слава богу, напоминаю, Индус и Зулус между собой воюют. Поэтому, возможно, они на меня не будут особо внимания обращать. Бронз – это мярдом формы. Вьем – мярдом. Так, могу военный лагерь строить. Да, что у нас с железом? Железа у меня нет нигде. Опять же, мы сбалансируем старт вначале с ресурсами. Я, правда, не уверен, поставил лестрите. Сбалансированный старт на самом деле. Поэтому, может быть, мне тут и не стоит на фераксе спинять. Так, давайте я всё-таки подумаю по поводу города. Может, мне всё-таки сначала не тут ставить, а где-то тут. Вот сюда. А потом уже следующий город сюда. Ведь и тут лояльность не изменится, если я сюда приведу. Тут. Потом всё-таки тут. Просто в эту сторону вообще некуда пока ставить. Тут слишком близко столице этих я даже не хочу. То есть, к ванчжу мне достаточно. А вот здесь. Два, три. Вот, не знаю, тут получается. Либо тут, либо тут надо решить ещё. Подумать можно. Ну, опять же, в зависимости от того, как мы будем тут исследовать. Так что, давайте я лучше сюда поведу. Так, под защиту ставлю. Так. Может, мне возвращаться. Давайте я лучше вернусь. Заберу эту руинку. Ещё один пращник построен. Хочется мне всё-таки раскаута построить. Что тут куча территорий неисследованной. Я думаю, пращников мне достаточно. Сейчас я их ещё скоро, я думаю, апну в лучников. И от защиты поиграть вполне нормально будет. Так. Салон готов. Ну, вот и сколько он даёт. В конце прошлой серии я возмущался, что пишет, ну, нет, три науки. Слушайте, а тут и было написано три науки. Нет, всё-таки, всё-таки это верное. Это именно показатель того, сколько салон будет давать науке. Это не баг. А тут он показывал три науки, потому что рядом с центром города. А центр города даёт ему минус. То есть мне надо было либо... А, вообще я мог только здесь построить. Да, ну... Тут всё нормально. Это моя не... Я не доглядел с этим районом. И... В принципе, это правильные подсказки даются, где строить. Просто проблема в том, что это не бонус. Надо понимать, что это не бонус от соседства. А просто сколько науки этот район будет давать. Ну, мне не очень... Мне не очень нравится тогда бонус корейский. То есть тут не совсем какой-то бонус на науку, а скорее... В некотором роде штраф даже. Ну, знаете, почему он штраф? Потому что слишком дёшев научный район. И... Ну, логично... Как-то... Ну, вообще здесь вот что-то есть от баланса. Вы знаете... Мне вот сложно как-то тут Фераксис... Говорить, что они ухудшили. Потому что научные районы, они очень важны в этой игре. А так как это уникальный район... Уникальный район нации, то он в два раза дешевле стоит в производстве. И по идее, если бы не было вот этих штрафов, то Корея бы выглядела очень крутой научной нацией. Так, очередной... Очередной город-государство там захватили где-то. Я думаю, я сейчас поставлю тут город... Шотландец будет возмущаться, что я его поставил, но... Мы... Его не будем слушать. Так, заберём руинку. О, юнит-строитель дали. Блин, так слушайте, я реально могу сейчас... Успеть. Если я найду... То есть мне не хватает... Пять очков. Пять очков до... Золотого века. Так. Я вот думаю, апнуть мне лучника или не апать. В данном случае... Так, тут у нас... Нет, пока, наверное, не буду апать, потому что я вот хочу здесь купить клетку... Так, пойду-ка я обрабатывать тут ресурсы. Хочу купить клетку с... Лентарём. Да, ну дебильная у меня какая-то территория выдана. Не знаю, я ещё в прошлой серии этим возмущался. Так, разведчика мы построили. Ну ладно, всё-таки построю амбар, хоть он мало еды даёт, но... Ну надо. Вообще бы мне... Не помешала водяная мельница, а для водяной мельницы надо... Как раз рудник для добычи ресурсов. Чудо природы. Ну я не собираюсь ни священный район строить, ни... Деньги открыты. Три рудника, три разных спецрайона, пастбище. Давайте, наверное, верховую езду откроем. Что у меня с лошадьми? Вот у меня тут будут лошади у одного города. И... Всё. На самом деле... А, вот ещё лошади. И, кстати, я их могу достать. Ну тогда... Ещё более-менее. Ладно, давайте амбар строить. Тоже, по-моему, изменили. По-моему, амбар две еды давал, а не одну. Это были львы, которые платят за лошадьми и мельцами твоих родственников. Львы, которые платят человеку в большей зарплате. Ну прикольно здесь, конечно, лидеры сделаны, как они это всё говорят. Правда, это один раз, только интересно. Потом анимацию хочется отключить, и всё. ...обвиняет меня в чём-то. Вы им просто не нравитесь. Вот это то, что шотландец говорил, это его агента, агенда, так называемая, нации. То есть, шотландцам нравятся те, кто живут в мире с соседями. так туда вы меня просто интересно правительственную площадь построить и вот в данном случае интересно влияет ли количество жителей на то есть в любой момент можно эту площадь построить или тоже надо выбирать уже тогда не очень удобный район получается его надо строить для губернаторов не вообще обязательно порядке надо строить как корейцу у них там бонусами над губернаторов идет городам может попробовать вот 1 2 3 4 и 5 в 5 городов поиграть так через два хода так легко сама добавится так я не понял про янтарь не написано чем он добавляется райзен фолл давайте глянем ландшафт и ресурсы редкие янтарь рыбацкое судно и рудник рудником можно будет тут надо бы сначала лес вырубить а потом рудник построить так стоим ждем напомню что видео это выходит при поддержке глобальной космической стратегии console war.ru и вот как мне индус принес дары так и консул вор обновилась по хотя и до сих пор находится в бета-версии и у них появилась новая возможность это общий космос для всех игроков огромный космос со множеством галактиков так что зайдите зарегистрируйтесь и воспользуйтесь кодовым словосочетанием лёши рептилоид да ну тут вообще какая-то отвратительная у меня территория просто закрытая горами плато как это же обозвать но очень странно выглядит и очень неудобно для меня как мы еще ждем к тут сама добавится вроде один ход написано что добавится комбар завершён один ход до роста как-то я довольно быстро поселенцы строится и даже без карточки на строительство поселенцев давайте может еще один еще одного сразу мне давайте момент очень очень мало культуры на самом деле так давайте мы к индусу тоже отправим делегацию главное сволочь не хочет мою делегацию принимать нехороший человек а он воюет еще соусом воюет отлично блин у них уже губернаторы сидят видите как они уже набили себе очки губернаторства так быстро а ну они видимо уже вышли в этот район и уже набирают этих очки правительства нормально не хило так у компьютера читерства развита блин вон этот придурок более ну ё-моё а он может кстати найти мне придется видимо вот тут сейчас город ставить потому что иначе шотландец поставит ну минус три лояльности что сделать сиул изнывает от жары но это хотя бы сухая жара город основан на сложном участке пустыни распространение вошвление на дикие земли прикольно то есть это за то что город в пустыне находится или конечно висячие сады построил да не очень удачно он тогда этот город надо выше тоже ставить чтобы они поближе находились к друг другу блин я сейчас не могу вот обработать тут клетку так у него два хода хотя бы сначала выберем тут строительство монумент есть храм артемиды рядом с да вот это как эти классное чудо но лагерей у меня рядом не видно ну в куанчжу наверно можно хотя амбар тоже давайте амбар сделаем сначала убираем лес а потом обрабатываем здесь он я уже не буду сюда идти надо возвращаться прачником и так он дуболом вообще все закрыто вы представляете вот это просто целое плато офигенно сгенерированная карта мы в общем поправим генерацию чтобы не все так рядом находились хопа раз-два-три-четыре-пять-шесть в семи клетках столицы зулуса и индуса и вообще чтоб все было нормально у меня вот взял какой огромный кусок территории просто закрыт горами хотя видно что там что то есть я туда никак не могу пробраться зэба так надо бы наверное сюда идти я как бы большую на меня именно шотландец нападет пока тут стоять он так агрессивно расселяется на самом деле что нам построить для начала наверное я амбар тут не амбар монумент первым делом построить надо клетки будет захватывать и тут кстати видите через тридцать четыре хок хода будет восстание потому что помните там было написано снижение лояльности 3 но я вот тут город поставлю я думаю что будет как раз повышение лояльности так что решим мы эту проблему сейчас так куда дальше верховая езда открыта давайте пока орошение давайте глянем как у нас 21 науки вход у шотландца ну отлично вот отлично всплывает до окошко что не видно сколько науки вход у гильгамеша и одинаково с гильгамеша 133 с чакой а индуса даже не видно так военная победа 139 тут меня не видно настолько мало у меня то есть на самом деле вот эта иконка как здесь видите она идет тут внизу ну короче они интерфейс не могут нормально сделать до сих пор вы же 12 игроков вы должны были посмотреть должны были посмотреть где этот эти иконки пропадают то уже не саблифт without love not one without water a strong economy begin to the strong wall educated ворту без содержание юнитов снижается у меня надо пока содержание вообще вообще ничего не не трачу на содержание юнитов против варваров вот тут добавили в карточку тут не только юниты ближнего и дальнего боя но еще и анти кавалерийский юнит то есть теперь можно копейщиков например с этой карточкой строить ну не знаю не хочу пока менять юнит я пока не собираюсь строить фигасе у меня ученый уже появился я довольно быстро его набил да у меня же искра божья еще к тому же о я сразу уже получил губернатора так давайте смотреть боевую мощь гарнизона ну наверное надо брать вот наставник то бишь на науку поощряет культурную научную жизнь города также способствует привлечению в него великих людей но это его дерево продвижение но пока это нам недоступно конечно назначаем в столицу но он еще не как бы не назначен пять ходов будет сюда идти да но это тупо я все смотрю на эту территорию так колесо продвинулась вот его и будем открывать там есть водяная мельница он ну на кинжу мне вот на эту пшеницу заработает а в кванжу еще на эту пшеницу отлично будет блин мне вот эти клетки бы выкупить пока тут какой-нибудь зулус и еще кто вообще в принципе конечно вот тут выглядит неплохой город но мне вот под этих ребят подставляться на данном этапе игры очень не хочется так возвращаемся в наши границы может у шотландца ну сейчас я уже не сопру ему конечно дальше куда-нибудь пойдет монумент завершён ну вот видите я не понимаю требует ли он ну давайте нам нужна правительственная площадь в любом случае поставим рядом с савоном как раз да он требует жителей видите ну не знаю сейчас будем разбираться насколько хороша это правительственная что у нас в докладах лояльность по сотне ресурсы все есть доступно губернаторских титулов 0 выдано 1 ресурс он уже сразу тут работает все таки или нет ну пока от него никаких модификаторов не идет в город когда мы дальше пойдем мистицизм открыт в политическую философию что тут выбирать традиционный путь пока он нанят великий человек плюс один к счету эпохи блин мне два очка не хватает до ну прям утрачивает так утрачивает не хватает два очка до золотого века я дура от того поти вас окол и дали дальние соседи да это это хорошее ну вот хоть с индусом у нас какие-то отношения неплохие наверно только только благодаря тому что рядом от мороженого длин древний мир через два хода закончится странно почему меня нету к нему отправить о мы друзьями стали зашибись так использование использование великих людей очки к эре не добавляют а жаль так не убьет ли мне этот лучник кстати наверно прямо тут поставить сейчас город мне бы стоило я думаю копить деньги а слушайте так этот район вообще наверное единственный а ну вот видите у меня в этом городе правительственный район недоступен может он только в столице или в одном городе строится построенный в вашей империи в памяти о решениях вашего правительства ну вообще не написано что он может быть только в одном городе ну вот как видите вот может он как-то дальше открывается еще типа возможность дополнительные эти районы строить нет тоже ничего подобного нет ну вот как так можно делать цивилопедию вот банальный вопрос почему не написано то есть почему вот я его строю здесь здесь в Куанжо у меня есть возможность строить районы то есть я не ограничен населением в данном случае но правительственного района возможности строить правительственный район у меня нету здесь просто его тут просто нету возникает естественный вопрос может он единственный правительственная площадь это на игру нет ты это никак выяснить не можешь как замечательно все объясняется раз два три блин далековато железо ну нельзя так поступать вот просто нельзя это некрасиво так давайте наверное здесь 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 я хочу фермы строить один ход до средней неужели я золотой век не запущу мне бы еще один ход еще одно чудо но иногда век 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 создание поселенцев плюс две лояльности вход в городах с гарнизоном война возмездия является тому кто нарушил данное вам обещание кстати это новая штука потому что реально можете использовать вот это то что ты попросил там где-нибудь не селиться а чувак нарушил это слово о я могу сразу еще одного губернатора за счет того что я этот построил но так как то есть вы можете либо нанимать нового губернатора либо повышать старого но так как у меня способность моей нации именно в том что я в том что губернаторы дают плюс в процентах к науке и культуре то я буду естественно нанимать новых за счет боевую мощь городского гарнизона это дипломат он отправляется в город государства видимо он мне не нужен будет предприниматель все подготовленные в этом городе строители получают плюс один дополнительный заряд город быстрее получает новые клетки может мне взять Рейну и посадить в Сеул в Единбург уже пять жителей стерлинг семь жителей неплохо растет конечно все у них там да наверное давайте я возьму Рейну и сажу в Сеул правительственная площадь вот ее даже в списке нет то есть видите военный лагерь есть я его не могу построить потому что не хватает жителей а правительственная площадь даже в списке нету как как района о еще одну даже могу взять пока мне непонятно каким образом тогда выдаются эти губернаторы почему так сразу один район построил те два губера упала предприниматель ну епископ и дипломат мне наверное нафиг надо Виктор его бы опять же в силу было бы неплохо посадить ну давайте лян возьмем в кванчжу так так здесь еще бонус от губернатора не действует никак правительственная площадь завершена давайте водяную мельницу теперь и откроем все морские юниты к перемещению получают все морские юниты к перемещению получают не очень мне это нравится ну не очень мне это нужно так а здесь позволяет добывать камень пирамиды ну давайте попробуем может быть пирамиды будет иметь смысл построить не помешает не помешает точно не помешает тут я построю мельницу и буду посел еще строить ага кто-то опаданный о мир ну вот я все таки обычную эру каменная кладка открыта ну давайте посмотрим в какую эру вошли у шумера золотой век у индуса темные века а мы я шотландец из улус в обычном веке видите теперь больше очков надо набрать каждый ваш житель производит в своем городе как обычно одну единицу лояльности заход вы можете выбрать устремление которое принесет дополнительные очки в счет эпохи ну давайте выберем каждое вызванное озарение прибавляет плюс 1 очко к счету эпохи так каждое вызванное вдохновение прибавляет плюс 1 к счету эпохи и плюс 1 к счету эпохи и плюс 1 к счету эпохи для постройки зданий с ячейкой для шедевра за каждое построенное здание становится продуктом которой является наука ну раз я на науку играю то мне видимо надо вольнодумство брать специализированный район вряд ли а это вот для тех кто через религию давайте вольнодумство брать надо здание на науку строить и озарение совершать зашибись нанять великого ученого создать всадников проложить торговый путь в Вильнюс ну замечательно ну раз мы вышли в новую эпоху в античности весь мир в античности я эту серию завершу спасибо что смотрели продолжение будет очень скоро возвращайтесь античность ждет Корею всем пока спасибо что досмотрели до конца я Леша Халецкий тот кто сделал это видео у меня к вам несколько просьб во-первых не забудьте поставить лайк а во-вторых поделиться этим видео раз уж вы досмотрели до конца видимо оно вам понравилось я вам буду благодарен и это поможет распространению моего творчества для более широких масс на этом все играйте в умные игры